В этом видеоролике я хотел бы поговорить про внутреннюю стоимость такой компании как NIO. NIO это китайский производитель электрокаров и акции этой компании пожалуй одни из самых популярных на рынке акций. И на первый взгляд эта компания выглядит переоцененной. Капитализация у этой компании 90 миллиардов, при том что компания теряет по миллиарду в год. И глядя на эти цифры невольно задумываешься, а может ли в целом столько стоить подобная компания. И если мы смотрим вот под таким углом, то конечно же это не поддается никакой логике. 90 миллиардов капитализации, миллиард убытков, непонятно за что инвесторы готовы платить такие деньги. И в этом видеоролике я хотел бы разобрать, что это за компания, на каком рынке она оперирует и насколько справедливы текущие рыночные оценки. И начнем мы с того, а что же такое вообще рынок автомобилей, куда он двигается. Последние годы мы видели, что общий объем автомобилей, которые продавались ежегодно, он снижался. И соответственно в год пандемии, в 2020 год, этот рынок упал очень сильно. И за счет низкой базы ожидается, что в ближайшие годы рынок будет восстанавливаться достаточно большими темпами. То есть значительно быстрее расти, чем он рос до этого. Но если мы сравним вот эти вот значения, будущие значения с прошлыми значениями, то мы увидим, что этому рынку понадобится еще очень долгое время для того, чтобы восстановиться хотя бы до докризисных значений. И в целом после восстановления к докризисным значениям, мы видим, что дальше этот рынок будет замедляться. И в целом какого-то сильного тренда, какого-то роста на этом рынке нет. То есть в реальном выражении этот рынок после достижения докризисных уровней будет расти буквально на 1-2% в год. Но в рамках этого рынка, в рамках рынка автомобилей, есть рынок электрокаров. И тут картина совершенно иная. Мы видим, что этот рынок будет расти очень быстрыми темпами в течение ближайшего десятилетия. И по прогнозам, которые существуют на сегодняшний день, в течение ближайших 10 лет, средний годовой рост этого рынка будет превышать 20%. А самым быстро растущим регионом с точки зрения рынка электрокаров будет Азия и в частности Китай. И по прогнозам, через 10 лет доля китайского рынка электрокаров будет составлять 50% от всего рынка электрокаров. Международное энергетическое агентство в прошлом году опубликовало большой отчет по поводу рынка электромобилей. И здесь, в этом отчете, есть два сценария. Сценарий стабильного роста и позитивный сценарий. Так вот, в обоих сценариях размер китайского рынка практически идентичный. То есть, китайский рынок электрокаров это самый устойчивый рынок электрокаров на сегодняшний день в мире. И происходит так потому, что китайские власти вкладывают очень большое количество денег в развитие этого рынка. Если посмотреть на размер дополнительных станций зарядки, который был произведен в 2019 году, то мы увидим, что Китай значительно опережает все остальные регионы. А в 2020 году только лишь Китай из всех стран выделял дополнительные средства для развития инфраструктуры для электрокаров. Что еще мы знаем про рынок электрокаров? На 2020 год доля электрокаров в общем рынке автомобилей составляла 2,7%. По прогнозам, в 2025 году доля электрокаров будет составлять 10% на всем рынке автомобилей. Уже к 2030 году доля рынка электрокаров достигнет практически 30%. А к 40 году эта доля превысит отметку 58%. То есть, практически 60% будут занимать электрокары. А до конца текущего столетия ожидается, что полностью весь автомобильный парк, который существует на земле, будет заменен на автомобили с электродвигателем. И человечество полностью избавится от двигателей внутреннего сгорания. То есть, процесс роста рынка электрокаров, он очень длинный. И, скорее всего, он продлится не одно десятилетие от текущего момента. Давайте подытожим, что мы знаем про рынок электромобилей. Ежегодные темпы роста рынка на ближайшие 10 лет 21% в год. На следующие 10 лет 8% и до конца столетия, скорее всего, эта цифра будет в районе 2-3%. Кроме того, на этом рынке ожидается смена парадигмы использования автомобиля за счет создания экосистемы, так же, как это было с телефоном. То есть, классические автопроизводители, которые создают только физический продукт, не смогут конкурировать с теми автопроизводителями, которые будут делать из автомобиля огромный набор дополнительных сервисов, которые будут делать жизнь пользователей лучше, легче, интереснее и так далее. То есть, нести больше ценностей вместе с автомобилем. То есть, если раньше мы использовали телефон просто для того, чтобы позвонить друг другу, то сейчас это огромный спектр сервисов, огромный спектр услуг, которые мы используем. С автомобилями ожидается нечто похожее. Поэтому для компаний, которые занимаются производством электромобилей, это означает, во-первых, более высокая маржинальность по сравнению с чисто промышленными компаниями, которые создают только физический продукт и более высокая отдача на вложенный капитал. Маржинальность классических автопроизводителей на сегодняшний день колеблется от 3 до 6%. Маржинальность EV-компаний, создающих экосистемы, должна быть ближе к технологическим компаниям и должна составлять от 15 до 20%. Возврат на капитал у классических автопроизводителей колеблется все в тех же 3-6%, а возврат на капитал у EV-компании ожидается порядка 15%, то есть ближе к технологическим компаниям. Еще одно допущение, которое мы должны с вами сделать, это то, что китайский рынок, по прогнозам, должен будет расти быстрее мирового рынка EV, по крайней мере, в течение ближайших 20 лет. Ну и если мы говорим конкретно про компанию NIO, то мы ожидаем, что вероятность банкротства этой компании составляет 30%. Что мы с вами только что сделали? Мы сделали то, что делает большинство инвесторов, что делает большинство частных инвесторов и даже профессиональных инвесторов. Мы рассказали определенную историю. То есть если вы посмотрите на различных блогеров, на различных YouTube-каналов, которые рассказывают вам про какие-то компании, про перспективные, про не очень перспективные, все, что они делают, они рассказывают истории. Но никто не занимается оцифровкой этих историй. То есть мы рассказали историю, но мы не понимаем, а сколько же должна стоить компания вот в рамках этой истории. И сейчас мы с вами оцифруем эту историю и посмотрим, а сколько же компания NIO должна стоить при различных сценариях. И если эта история верна, то есть если эта история, которую мы только что себе рассказали про эту компанию, она верная, то справедливая цена акций NIO на сегодняшний день составляет 84 доллара. При текущей цене примерно 55 долларов, что составляет огромный апсайд для этих акций. Но что если мы ошиблись? Что если некоторые параметры нашей истории не верны? Давайте попробуем несколько изменить эти параметры и посмотрим, что же у нас получится. Если же китайский рынок будет расти сильнее мирового рынка только в течение ближайших 10 лет, то справедливая цена акций NIO составит 67 долларов, что тоже выше текущей цены, но все же с несколько меньшим апсайдом. Но что если и другие параметры нашей истории оказались не верны? Например, если маржинальность будет не 16%, а только 11%, то в этом случае справедливая цена акций NIO будет составлять 38%, и в этом сценарии акции NIO на сегодняшний день будут переоценены. Но что если не только маржинальность будет ниже, но будет ниже и рентабельность капитала, и будет составлять не 15%, а 10? В этом случае справедливая цена акций NIO составит 33 доллара, и на сегодняшний день акции NIO очень сильно переоценены относительно этой оценки. Если же маржинальность и возврат на капитал будут такие же, как у классических автопроизводителей, то есть производители электрокаров не смогут создать вот эту вот экосистему и поднять свои финансовые показатели до уровня технологических компаний, то справедливая цена акций NIO на сегодняшний день составляет только 10 долларов. Сколько же должны стоить акции NIO на самом деле? У меня нет хрустального шара, но скажу вам больше, хрустального шара нет ни у кого. Но тем не менее, посмотрев на разные истории, посмотрев на различные параметры компании и посмотрев на то, сколько компания может стоить в различных сценариях, мы можем сделать вывод, что компания будет интересна из диапазона 35-40 долларов за акцию. Ведь в этом случае при позитивном сценарии у компании будет апсайд порядка 100%. Если же компанию удастся купить еще ниже этих значений, то на мой взгляд это будет еще более интересная покупка. Потому что с учетом тех трендов, которые мы на сегодняшний день наблюдаем, гораздо больше шансов, что наш базовый сценарий, наша базовая история окажется верной. И справедливая цена акции NIO при 30% шансе на банкротство будет превышать отметку 80 долларов за штуку. В предыдущем видео, посвященное этой компании, я говорил о том, что на мой взгляд эта компания переоценена. Но в тот раз я не делал никаких расчетов, то есть я не делал оцифровки истории. И поэтому я не получил более полного, более глубокого понимания того, а сколько же на самом деле может стоить эта компания. И оцифровка истории, на мой взгляд, это очень важный инструмент в процессе инвестиций. Ведь он вам показывает, сколько вы платите в рамках того или иного сценария. Потому что, например, мы могли заложить позитивный сценарий и получить стоимость компании, например, 20 долларов или 25 долларов. То шансов на то, что стоимость акций могла бы расти с текущих значений, она была бы не такая большая. То есть она была бы минимальна. Конечно, мы бы могли ошибиться в составлении нашей истории и реальная история по компании могла быть более позитивна. То есть больше темпов роста, больше маржинальности и так далее, и так далее. Но опять-таки, с точки зрения нашей истории, эта компания была бы неинтересна. Но проблема оцифровки истории заключается в том, что нет простого способа это сделать. Если вы взглянете на средний учебник, посвященный справедливой оценке стоимости компании, то его размер составляет в среднем от 500 до 1000 страниц. Подготовка к экзамену CFA занимает в среднем 300 часов. И я думаю, что для того, чтобы самостоятельно освоить данный навык, нужно примерно столько же времени. Что такое экзамены CFA? CFA это сертифицированный финансовый аналитик. Но ценность этого навыка, как вы видите, она огромная. Она дает вам понимание того, а сколько же стоит компания в рамках той истории, которую вы себе про эту компанию рассказываете. И, соответственно, дает вам понимание о том, а стоит ли покупать конкретную компанию по текущим ценам или же нет. Или же стоит покупать по другим ценам. Как, например, мы сформировали наш план в рамках компании NIO. И если вы хотите освоить этот навык не за 300 часов, а за 10 часов, то я подготовил курс по справедливой оценке стоимости компании, который будет проходить в рамках моего клуба Modern Rentier в самое ближайшее время, а именно с марта месяца. То есть первые лекции будут уже в марте. На сегодняшний день всем участникам клуба доступно три курса. Первый курс это анализ рынка по чистому графику. Там вы научитесь анализировать рынок без использования каких-либо дополнительных инструментов, только цена и объемы. Второй курс это пассивные инвестиции. В рамках этого курса вы научитесь строить свои долгосрочные портфели, а также их ребалансировать с учетом изменений рыночной ситуации. Ну и третий курс это рыночные циклы. Это очень профессиональный курс, потому что в него вошли наработки топ-менеджеров хедж-фондов, топ-менеджера Goldman Sachs за последние годы. То есть это самые свежие наработки, которые есть на сегодняшний день. Ну и четвертый курс это справедливая оценка стоимости компании, который выйдет уже в марте месяца. И цель данного клуба сделать так, чтобы все его участники могли быть на голову выше среднестатистического рыночного инвестора. И вот эти четыре курса вкупе, то есть три курса, которые уже доступны всем участникам, и четвертый курс по справедливой оценке стоимости компаний, помогут это сделать. И если вам интересна эта тематика, если вам интересно все то, о чем я рассказывал, ссылка для вступления в данный клуб будет в описании к этому видео.